Здравствуйте, уважаемые веб-разработчики. Меня зовут Алексей Тарасов. И сегодня мы с вами будем разговаривать о сортировке чего-либо при помощи пользовательской функции U-sort, которая есть в HTML. Я еще раз должен вас формально попросить проверить, как у нас идет звук, видна ли презентация, написать плюсики в чат. Спасибо большое, отлично, супер, замечательно. Сегодняшняя тема выбрана достаточно простой, потому что захотелось большей конкретики, большей четкости, поэтому она такая узкопрофилированная. В центре специалист больше тысячи курсов. Как обычно менеджеры наши просят и требуют рекламу, поэтому скоро у нас будут курсы по PHP и все остальное. Много чего интересного. Ну, а теперь можно говорить про сортировку. Сортировка в PHP достаточно распространенная необходимость. И вы наверняка знаете, если не знаете, что есть огромное количество функций, которые в PHP позволяют нам сортировать, ну, например, массивы. Чаще всего работа происходит именно с ними. Мы сейчас посмотрим небольшой пример, который сортирует сначала некоторые массивы, созданные прямо на лету. При помощи стандартной сортировки. А потом я расскажу, как же можно использовать U-sort. И дальше мы уже поиграемся по ходу, смотря как все у нас будет работать. То есть заранее, так сказать, некоторые эксперименты проведены, но в целом все очень на ходу. И вам, если вы захотите попробовать повторить примеры, понадобится какой-нибудь, соответственно, PHP интерпретатор. Это может быть локальная машина, это может быть какой-нибудь PHP-сунбокс. Я обычно выхожу такие интерпретаторы вот так. PHP-онлайн. Это то же самое сделать. И первая ссылка, которую вы откроете, позволит вам на разных версиях PHP выполнять действия, выбирая версию, говоря execute. Естественно, что эти ресурсы обладают не только плюсами, но еще и минусами. Например, там некоторые библиотеки могут не работать или что-то еще. Я запланировал вам показывать демонстрацию вот на такой штуке. Это старый добрый Cloud9, который продался Амазону. Но не важно там подробности эти знать. Самое главное, что у меня есть вот здесь PHP-файл. Вот оно. А вот здесь есть консолька, где я могу этот PHP-файл вызывать. То есть я не собираюсь сейчас вызывать наш PHP-файл в браузере. Вообще-то не обязательно. Но давайте посмотрим, как сортируются массивы. Так и хочется после курса JavaScript написать лет, но нет, я держусь. Например, у меня есть некоторый массив, и он состоит из нескольких чисел. И как вы видите, эти числа, они не отсортированы. Вот, а мне хочется, соответственно, их отсортировать. Я выбираю сорт, сканливаю массив LAM. Массив там, соответственно, при сортировке меняется. И в конце концов я использую принтер для того, чтобы посмотреть результат. Если вы это знали, круто. Если нет, то, пожалуйста, узнали. Как запустить это все теперь в консоли, в браузере-то понятно как-то. Мы берем название файла, здесь записываем PHP и говорим, что у нас тут будет сорт PHP. А в выходе я получаю отсортированный массив. Трудно было бы ожидать что-нибудь другое. На самом деле в PHP есть много функций, которые сортируют массив с учетом ключей, без учета ключей, ассоциативный массив и так далее. Мой текущий массив отсортирован с потерей ключей. То есть если ключ-индекс у единицы был сначала 0.1.2, теперь он стал 0. Ну и нам здесь как бы это не так важно. Главное, что массив отсортирован. Вот. Ну, хорошо. Но иногда бывают случаи, когда мы сортируем что-то более сложное. И нам может пригодиться вот такая вот замечательная, мощная функция U-Sort. Конечно, лучше всего читать документацию, книжки. Я ничего нового отличного от того, что тут рассказывается, не расскажу. Но вот сослаться сошлюсь, потому что удобно. Итак, U-Sort принимает на вход массив. Так как мы сейчас сделали это вот здесь. Обратите внимание. Я добавил одну букву, и теперь у меня массив попадает в U-Sort. Отлично. А дальше, и это тема фактически нашего занятия. Самое главное. Мы передаем вот сюда, на втором аргументе, колейбл. То есть функцию, которая будет заниматься сравнением элементов. Вот поподробнее, пожалуйста, давайте поговорим об этой функции. Эта функция должна возвращать целое число, которое будет иметь отрицательный знак, положительный знак или равно нуду. В зависимости от того, как мы будем переставлять наши элементы в массиве по возрастам или побыванию чисел. Фактически мы можем задать там два аргумента, обычно так делается, и потом сравнивать. Обратите внимание, что эта функция должна возвращать желательно целочисленные значения, потому что если возвращать не целочисленные, там могут быть проблемы с сравнением. Итак, я хочу сейчас реализовать эту функцию прямо вот здесь. Какие способы реализации функции у нас есть? Ну, вариант А. Я могу описать ее отдельно, я могу создать анонимную, я могу создать анонимную и поместить ее в переменную. И, в общем, у нас как минимум три варианта работы. Давайте мы строим маленькое голосование. И сейчас быстренько проверим, кто за какую. Пожалуйста, напишите плюсик, кто за анонимную функцию, вообще чисто анонимную, переданную в юсорт. Плюсик в чат, если вы за меня. Плюсика в чате я не вижу. Кто за обычную стандартную функцию, function, с указанием ее имени и работе с ней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу, шесть голосов. И кто за то, чтобы анонимную функцию поместить в переменную и потом эту переменную использовать. Так, ну, по-моему, вариант стандартной работы и победил. Прошу бы не огорчаться тем, кто проголосовал в другие варианты. Итак, записываем нашу функцию mySort. Как вы видите, тут ничего хитрого пока что нет. Вот сюда я помещаю любое значение. Ну, поскольку там документация АБ написана, я сделаю АБ. Хотя это вовсе не обязательно. Дальше я говорю, если А наравняется Б, то я return 0, потому что нечего там сравнивать в этом случае. Вот, а дальше я говорю, что я возвращаю какой-то результат в зависимости от того, что больше там А или Б. Говорю вопросик и говорю вот здесь вот, что там, единичка или минус единичка. Я вот здесь только что сейчас использовал тернарный оператор. Про свои практики, по занятиям я знаю, что и на первом курсе HTML, и на бесплатных вебинарах, к сожалению, не всеми разработчиками тернарный воспринимается дружелюбно. Ну, пусть меня простят те, кто его любит. Я его тоже люблю. Вот, поэтому, на самом деле, вот этот кусочек хода можно было бы еще переписать по-другому. А именно, вот такой вот фразой. Если А плюс Б, прошу прощения, если А больше Б, то мы что делаем? Мы делаем return 1, а иначе мы делаем что? Догадываетесь, да? Мы делаем return 1. Как это требует у нас и наша документация. То есть, что вот тут написано и вот тут, это одно и то же. Полюбите вот этот вариант, а я буду работать пока что для демонстрации с вот этим. Ну, и теперь вот эту функцию мне нужно передать вот сюда. Ну, я, конечно, могу вот так вот сказать. Тогда произойдет кое-что хитрое. Он увидит константу PHP, превратит ее в ссылочку и одноименную функцию вызовет. Ну, я буду делать корректно, как это принято в PHP. Указывать название функции. Вот эта штука, она коллайдл, она вызываемая. И теперь наша функция тоже вызовется. Давайте посмотрим, как это сработает. Почищу ввод. По-моему, это команда клея, точно. И вызову PHP, sort PHP. Обратите внимание, что сейчас у меня сработала та же самая сортировка, но только с нашей уже собственной функцией. Вообще-то, если кто-то раньше этого не делал, пользовательскую сортировку, то, наверное, вам сейчас уже должно быть интересно или приятно, или полезно. Вот. Но обычно встречаются разные, в разной степени подготовности слушателей наших вебинаров, друзья. Поэтому кто-то сидит и смотрит, блин, ну и что он тут сделал? Ну да, ну и sort. Ну то же самое мы сортировали с предыдущим вариантом. А в чем, так сказать, профит? Где крутизна? Почему мы раньше sort не могли использовать? Дело в том, что мы теперь можем вот в этот массив передать набор величин, которые будут не числами, а, например, массивами тоже. То есть массив с массивами или объектами. Вот. И уже отсортировать именно массив объектов или массив массивов. Вот. Это всегда очень интересно. Как обычно, сегодня мы договорились, мы сегодня договорились голосовать. Я специально не стал себя ограничивать, что именно я буду сортировать. Поэтому я попрошу вас сейчас очередную активность проявить и написать, над чем мне поэкспериментировать, сделать массив или объекты в нашем массиве. Напишите единичку, если мы хотим сортировать массивы или двойку, если мы будем сортировать объекты. Я походу подстроюсь. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Слушайте, такого единогласия у нас еще не было. Ну что ж. Это очень здорово. Вы меня, если честно, порадовали. Я немножко не ожидал такого подхода. Ну хорошо. Итак, вот эту функцию mysot я нищеня удаляю. Вот здесь вот я создаю, например, объекты. Я немножко предполагал, что могут объекты выпасть. Поэтому загадал, что объекты будут у меня называться и храниться в массиве users, а сами объекты будут описывать юзеров. Это могут быть и книги, и машины, и все что угодно. В общем-то, например, на самом деле нам и не важен. Вот. И, соответственно, для того, чтобы создать массив объектов, прилично, как полагается, я позволю себе сделать класс user. Если вы с классом не сталкивались, то я вам покажу, как это делается. Это не очень сложно, но это облегчит и сделает более красивую нашу работу. Вот. Итак, чтобы создать несколько объектов, мы создаем класс, то есть некоторый чертеж, который будет принимать, который будет создавать наши новые объекты. В этом классе я описываю функцию. Функции внутри классов, внутри методов, называются объектами. Функция конструктор, она будет принимать, например, имя, она будет принимать, например, возраст, и она, например, будет принимать заработную оплату для нашего будущего объекта. Ну, а здесь используется некоторое ключевое слово ZYS, и я говорю, что N равняется вот так вот N, и для других величин тоже делаю. Так вот. Пожалуйста, напишите минус, если сейчас непонятно, о чем я сказал, мне нужно повторить, вот, что касается конструктора и юзера. Спасибо большое, минусов нету, кажется, у нас все подготовлены, отлично. Вот я создал конструктор, больше мне на самом деле ничего не надо. Теперь я говорю, что у меня будет users, и мы помним, как создаются новые экземпляры объектов, массивов, вот так. Ну, а объекты будут создаваться у нас вот так. И вот сюда я добавляю имя пользователя, потом я добавляю его возраст, я добавляю его заработную плату, например, тут будет 5 или 4. Вот. Что касается имени, есть маленькая проблема. Если вы захотите сортировать массив по имени, мы столкнемся с старой, извечной проблемой PHP, а именно работой по дефолту в 1-байтной кодировке, со строчками 1-байтной кодировки. Вот. Ну, на занятии я тестировал до вебинара. Тут у нас в UTF-8 работают, а функции декодировки в C9, скажем так, во время вебинара 45-минутного настроить будет немножко хвал под мать. Поэтому, к сожалению, но я все-таки подставился и делаю имена вот на такой какой-то латинице. Окей? Я надеюсь, вы не очень сильно от этого расстроитесь. Реально. На перекодировку там уж больше не будет. Дальше я говорю, что у меня здесь есть Яна. Яне будет 35, например. Яна будет получать 1 Е5. Это 100 тысяч. И вот здесь будет... Давайте здесь будет Алексей. Давайте здесь будет Алексей. Давайте здесь будет 45. Мне не 45, я не себя описываю, но такая вот циферка есть. И так бы нам как-то сделать, чтобы оно было не совпадало с застами, по зарплатам. Это больше, чем это. Это больше, чем это. Что тут написать? Давайте тут 40 напишем. Они не отсортированы. Видите, да? Не тут, не тут, не тут. Хорошо. Замечательно. Так, класс. Закроем. Он нам пока не нужен. Функция сортировки. Массивы готовы. Значит, что теперь приходит в A и B, когда мы говорим, что массив users попадает в uSource? Вот сюда. Что приходит в A и что приходит в B. Это вопрос не риторический. Я попрошу написать в чате, чтобы скучно не было. И нам все вместе. Что приходит в A и B. Как вы думаете? Вот сюда теперь. Так, я вижу, что что-то куда-то кто-то написал, но, к сожалению, мне что-то не выскочило. Вот дела. А где же это у нас? Ну, сейчас, одна секунда. Activity. Так, показать нам. Activity. Так. О, нет, это не то. Закройся. Кошмар. Кошмар. О, вижу, вижу. А, о, спасибо, спасибо. Сергей говорит, это массивы. Игорь говорит, именно массива и пользовательская функция. Нет, смотрите. В uSource приходит переменный массив и пользовательская функция. А вот в A и B приходят элементы массива. В A попадает первый элемент массива. В B попадает второй элемент массива. То есть, это фишка вот этого коллбека функции. И потом, на следующем шаге, сюда попадает второй элемент, сюда попадает третий элемент. И так, пока он все не переберет. Видите, как здорово. Можно посмотреть. Вот сюда попадают, еще раз, очередные элементы массива. Так, ну окей. И теперь мы хотим с вами отсортировать, ну, например, по возрасту. Вот, по возрасту. Раз, два, три. По возрасту. Мы берем и говорим. Если A. Дальше указываем. Какое там у нас свойство отличается от возрасту. Я, честно говоря, забыл. Это у нас некрасиво называется. Вот здесь будет name. Вот здесь будет age. Вот здесь будет salary. Покосячил. Аргументы, ладно, но свойства-то красиво даже. Ну ладно, окей. И я говорю так. Ну, например, age, если равно b, age, поскольку это объекты, то в этом случае у нас вот тут будет return 0. А вот тут вот я уже себе позволяю, раз вы знаете классы, объекты, тут уже ретик. Тернарник, ну, просто категорически нам надо уметь писать и писать и вспыхать. Если A больше B, вопрос единичка двоеточие на нас единичка. Вот как это работает. Значит, попадают парочка объектов. Сюда-сюда происходит сравнение. If сейчас не работает, потому что возрастно разный. А следующий term возвращает единицу или нет в зависимости от результата. Давайте посмотрим, что получилось. Я не понял, что это дела. Сейчас еще раз. Я, конечно, продолжаю здесь косячить. Заметьте, ну, да, конечно, term, да. Патент и users есть. Итак, наши объекты, наш массив объектов отсортировался. 23, 35, 45. Как вы видите, очень здорово. Мы отсортировали все по кейджу. Есть такое? Еще раз посмотрите. Сейчас немножко масштаб так поменяю, чтобы было удобно. Видите? Красиво как-то немножко. О, вот так. Здесь самое время задать вопросы, потому что дальше я планирую показать, как происходит сортировка по зарплате. Потом сделать вид, что мне это все не понравилось. И сделать наработку универсальной функции, которую будут сортировать по любому числовому свойству. Поэтому, пожалуйста, сейчас пауза на вопросы, на уточнение, как это все работает. Очень здорово было бы их услышать. Правильно ли мы поняли, что в А пришел объект? Вы абсолютно правильно поняли. Я проговорил, что в А и в Б приходят элементы массива. И на этом остановился. Но в А и в Б у нас лежат объекты, экземпляры класса юзер, поэтому вы абсолютно правы. В А попадает объект очередной массива, в Б попадает его какой-то сосед. А поскольку это объекты, я могу обращаться к их свойствам. Да, вы абсолютно верно правы. Все супер. Так, ну, кажется, отлично. Ну, вопросов нету. Я двигаю дальше, как я обещал. Мы с вами смотрим и теперь говорим, как там насчет селари. Вот здесь оказывается селари, вот тут оказывается селари, вот тут оказывается селари и вот тут оказывается селари. Если тут на секундочку замедлится и не сказать, что это вот получилось ерунда, то в комментариях потом под этим видео на Ютубе мы увидим 100-500 гневных отзывов тех, кто там не дослушивает до конца речи. Почему плохо получилось? Нет, сортирует как раз нормально. Давайте посмотрим. Сортирует, конечно, вот он отсортировал у меня сейчас по зарплате. Это просто. Побывали, повызостали, он может сделать, меняя минус единичку на единичку и так далее. Проблема в том, что никто так не делает сортировку, забираясь внутрь некоторые написанные функции и меняя там свойства. Вы понимаете, да? Это верх дилетантства. Это только вот сейчас показать на этом проекте. Ну, можно, конечно, создать функцию, которая сортирует только по зарплате, а вторую создать функцию, которая сортирует только по возрасту, а третью только по имени. Ну и что? Будет 100-500 функций для больших объектов? Нет, это не очень качество. Поэтому в доках приводится классный пример. Ну, можно, конечно, на него и сослаться. Можно так по памяти посмотреть и реализовать по-своему. Этот пример заключается в том, что используется фактически то, что мы называем в JavaScript-те замыканием, а в PHP это реализуется как бы таким вот решением. Когда одна функция возвращает другую функцию, используя аргумент предыдущий. Ну, обычно это больше на JSON мы чаще видим. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Уже для нашего варианта. Итак, я беру сейчас и говорю. Вот она функция mySort. Прекрасно. Пусть она здесь будет так, как она идет. Дальше в основном я говорю. Universe. Universe. Давайте так. Unisort. И это Unisort получает у нас кей. Вы догадываетесь, что такое кей? Пожалуйста, напишите в чат, если вы догадались, что такое кей. Что такое кей в нашем решении вот здесь. Кей. Свойства объекта, по которому будет сортировка. Антон, спасибо. Абсолютно верно. Итак, вот это вот у нас является свойством объекта, по которому будет идти сортировка. То есть мы знаем, что вот этот кей у нас будет сейчас использоваться. Хорошо. Что мы дальше должны сделать? Итак, первым делом мы должны справиться с вами с проблемой, когда возврат function mySort сейчас не работает. Мы должны прописать его. Мы прописываем return. Но вспоминаем, что useKey, вот такой фрагмент, не будет работать с неанонимной функцией. Создаем анонимную функцию, удалив старое название mySort. Теперь все нормально. И мы возвращаем, как положено, именно анонимный фрагмент. Окей, давайте возьмем в круглые скобки. И теперь останется вызвать нашу функцию unisort в качестве второго аргумента, передать возврат из unisort в качестве второго аргумента вот в наш unisort. Ну, а в качестве аргумента unisort мы передаем то свойство, по которому будем производить сортировку. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Так, у нас, по-моему, не очень хорошо что-то получилось. Да, вот смотрите, обратите внимание, что я сейчас передал age, а внутри самой анонимной функции у меня ничего не изменено. Давайте опишем вместо salary везде поставим key. А я надеюсь, вы помните, что PHP это возможно, и это очень крутая возможность. Вот так мы указываем свойства, по которым мы будем сравнивать отдельные объекты массива. Ну, и теперь можно еще раз посмотреть, проверить, как все работает. Так, ну да, все нормально. У нас теперь сортировка произведена по возрасту, и действительно все элементы отсортировались. Здесь очень многие крутые фишки можно делать в PHP, используя на ходу переменную в качестве свойства. Она будет обращаться к тому свойству объекта, строка, которая соответствует этой перемене. Если мы сделаем salary, соответственно, у нас все отсортируется по заработной плате. Ну, а если мы зададим по нейму, то кодировка у нас сейчас 1-байтная. И, как мы видим, в принципе, все получилось хорошо. Итак, давайте еще раз подытожим, что мы с вами сделали в этом примере. Мы создали функцию для универсальной сортировки массива объектов по различным свойствам. Название свойства мы задаем в кей. Ну, а на выходе возвращаем кубек, возвращаем функцию, которая анонимная, и которая использует нашу переменную кей в качестве ссылки на свойства, в качестве названия свойства, по которому будет происходить сортировка. Дальше вызываем эту функцию, передаем название свойства, по которому сортируем, и дальше в зависимости от того ретерна, который у нас возвращается. Представляем или нет элемента массива. Вот такой классный пример у нас получился. То есть, фактически вы можете вообще сортировать все, что угодно. Массивы объектов, массивы массивов, любого уровня сложности. Я надеюсь, вам очень понравился этот пример. Значит, по указанному номеру мы можем с вами связаться с центром специалист и обратиться, например, для того, чтобы записаться на ближайший курс. В 4 числа у нас стартует курс у нашего замечательного преподавателя Игоря Ильича Борисова. Восьмого курса, восьмого стартует курс у меня. У нас доступна куча форматов обучения. Вебинары открытые. И также я всегда стараюсь рекламировать свой канал на YouTube, где я пока что не в таком режиме, как мы сейчас работаем, онлайн, живом, когда подобное что-то происходит, а выверенно стараюсь какие-то свои вещи писать, смотреть. Поэтому вы можете воспользоваться и обязательно посмотреть на те вещи, которые там реализуются. Я благодарю вас за вопросы и мы с вами приступаем к неофициальной части нашего занятия, а именно к экспериментам. Я не буду здесь уже спешить, следить за формальными стыковками, за речью и за всем остальным. Буду чувствовать себя комфортно. Вам удачной в образоботке и до встречи на курсе. Когда нам нужно сделать что-то подобное замыканию в JavaScript. Позволю себе, например, привести не прикрепительно к сортировке объектов массива, потому что... Вот, например, у меня есть некоторая функция FULL. Она принимает аргументы AB. Просто какая-то функция. И я хочу сказать, что у меня есть еще какая-то переменная K, которая была раньше определена, например, на 100. Неважно. Это может быть коэффициент заработной платы, стоимость товара, перелетов на самолете, что-нибудь. А это еще какие-то величины. Так вот, что будет, если мы с вами отритернем, например, A, плюс B и плюс K? Мы с вами знаем, что будет. У нас K здесь внутри функции PitchPitch не будет определена. Если я скажу FULL и вызову здесь, например, 200-300, то вряд ли мы с вами будем ожидать здесь число 600. Вот, посмотрите, у нас там получилось 500. То есть 200 плюс 300 выполнилось. А мы добавляем вот сюда USE и говорим, что у нас функция должна запомнить K вот с его значением, которое работало на момент описания. То есть как это было вот здесь. То есть по-хорошему здесь сейчас я должен получить 600. К сожалению, 600 у меня здесь не получится, потому что вы видите, я хочу, чтобы у меня вызвался USORT. И он сравнивал имена по количеству символов. На самом деле это самый простой вариант. Ну, я хотел бы с него, например, начать. Я беру и говорю. Вот здесь будет у меня функция. Вот здесь принимается A, вот здесь принимается B. Вот здесь идет тело. Потом у нас сравнивается A, name равно B, name. Это у нас именно сравнение на равенство, мы говорим, return 0. Это неинтересно. А дальше? Дальше. Ну, например, мы можем сделать вот так. Сказать по длине. Вы помните, strlen у нас, да? strlen, если strlen, a name, strlen, a name, там больше, например, того же самого, но B, 2. Вот. Мы записываем вот тут вот вопрос 1, . И теперь у нас эта штука будет сортироваться. Должна сортироваться. Проверяем. Калия. Почистил. И вызвал сот. Смотрим. Яна, Василий, Алексей. Совпало, да? Да. Смотрите, тут 4 символа, тут 6 символов, тут больше. Это была сортировка по именам. Если вы не хотите сортировать по именам, вы можете здесь передать, сделать сортировку по... Кстати, вот это равенство было не совсем хорошим, потому что здесь у нас же получается, как они как чисто сравниваются. Получается вот так. Если вы не хотите по длине строки делать, в PHP есть классная функция. Она так и называется стер-смп, компея, сравнение. Вы передаете туда а и б, и она сравнивает все по именам. Как-то вот так. Вот. Но поскольку у нас здесь же анейм и бнейм, мы должны передать еще конкретные величины. Там строки были, это конкретные свойства. Раз, два. Давайте посмотрим, как он у нас отсортирует. Ассортирует ли он у нас... Опс. Сейчас. Ассортирует ли он у нас по запланированному. Алексей, Василий, Яна. Как вы видите, сейчас пошла сортировка по этому самому, по алфавиту. Как-то так. Сергей, есть, да? Оно по алфавиту встроенное. Но, Сергей, вы, наверное, сразу как бы, ну ок, все понятно, видно, обрадовались. Но смотрите, будьте аккуратны. Вот на кириллице вот эта штука, да, нет, оно не работает в том-то все и дело. Оно работает на однобайтных кодировках. Если мы там вместо Алексея, Яны и кто там еще напишем это дело все на ETF8, на кириллице, то наши результаты, честно говоря, они будут отличаться. Ну, давайте вот проверим. Василий, да, вот здесь вот Алексей. Я специально выбирал имена, такие, чтобы у нас на разных кодировках они порядок приблизительно учитывали какой-то. Теперь я говорю сорт. И видите, Алексей, Василий, Яна. Ну, кстати, сейчас совпало так, что они у нас или не совпало. Ну, в общем, очень странно. Он мне показывает, что как будто сортировка прошла. Он мне показывает, как будто сортировка прошла. Алексей, Василий, Яна. То есть я не могу сказать, что это доказательство того, что у меня не работает. Хотя эксперименты, которые я проводил до вебинара, они мне показывали, что проблемы с тем, что ETF8, они у меня наблюдаются. Ну, как-то так. В идеале я бы, наверное, использовал такие функции. В PHP есть мощная функция. Целый блок мощной функции. Они называются на MB. Они проверяют или возвращают текущие кодировки и в случае необходимости конвертируют одну кодировку в другую. Вот по-хорошему надо бы проверять данные и потом на основе кодировки уже возвращать. Ну, как-то так. Друзья мои, есть ли еще вопросы по тем примерам, которые мы смотрели? Пожалуйста, пишите. Мы обязательно попробуем. У нас вопросы пошли, кажется. Так, а если первая буква одинаковая, он сортирует по второй? Сергей, да. Вот эта функция так работает, что он сравнивает по буквам, по следующим и так далее. Это как классический пример, который иногда приводится. Кто больше? Маша или Медведь? Берем две строки и начинаем их сравнивать. При помощи функции сравнения. И да, он сравнивает каждую следующую букву. Вы абсолютно правы, да? Спрашивает Максим, в массивах будет A от VALUE. Абсолютно верно. В массивах будет A от VALUE. Абсолютно верно. Да. Там мы уже будем писать, например, ключ массива. Но, Максим, это будет в случае, если ваш массив будет, например, многомерный. То есть верхний массив будет содержать набор массивов ассоциативных, и вы уже по ним будете бегать. Понятно, да? Потому что, если мы, например, возьмем просто массив ассоциативный, то тут несколько будет проблем. Просто ассоциативный массив, там, скорее всего, сортировка потеряет ключи и смысла вот именно в такой, как вы сказали, не будет. Визуальный пример, да, без проблем. Давайте посмотрим. Итак, вопрос возник про визуальный пример сортировки многомерного массива. Допустим, у меня есть мульти-дименшинал-аррей, вот так вот я его назову, и он у себя представляет вот такой массив. Внутри этого массива есть еще массивы, и там, как обычно, какие-то там строки, а может быть ключи. Ну, давайте включаем, потому что сейчас, как там у нас было, так, селери равняется, например, 1 и 5. Раз, здесь что-нибудь еще, типа H равняется 45. Таких величин у нас несколько, делаем их разными. Тут 4, тут 6, здесь 20, здесь 60. Итак, у нас с вами сейчас идет не отсортированный массив. Как вы видите, вот он здесь сейчас устроен. Да, он, окей, да. Теперь я говорю в resort и указываю md-array вот сюда. Дальше я его ниже сразу распечатываю. Мульти-дименшинал-аррей. Вот здесь пишу функцию сортировки. Ну, это как обычно функцию, но я уже, видите, перешел на безымянные, потому что мы с вами на границе временной уже такой находимся, когда финиш замаячил. Вот он а и б, да. А здесь, поскольку у нас а это будет теперь вот этот элемент, b это вот этот элемент, да, мы действительно обращаемся к чему? Return а от чего? От celery. Вот он. Больше, чем b от celery. Например, вот так вот. Я уже не сравнил, вы заметили на норе, уже спешу, спешу, спешу. Так, что тут у нас? Пошла безымянка, пошла фигурка, пошла круглая. А что, в чем, где ругань? А, ругань на тернар, как она косячилась, тернар. Принтер точкой запятой. И настало время посмотреть, проверить, как работает наш массив. Давайте проверим. Клей очищу. Внимательно смотрим. Вот был наш массив, мы его сортировали по зарплате. Итак, вперед. 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Хотя они у нас сейчас, они были отсортированы, Максим, да? Но сейчас вот они четко сортировку указывают. Вот, вот. Сейчас они четко указывают. И можем то же самое тут задать при помощи age. Берем, например, age, age, проверили. Раз, 25, 45, 65. Да, все нормально, все отлично. Вот вам еще одну ссылочку, которую, которая ведет на ролик, посвященный анонимным функциям и связи этих функций в PHP с замыканиями. Там я тоже, ну, это еще два года назад рассказывал о том, как можно отсортировать, например, массив ссылок или там что-нибудь еще. Если вам будет интересно, лайкните, пожалуйста, или не лайкните, или дизлайкните, да? Как вам это будет? Друзья, спасибо огромное за вопросы. Мы с вами филигранно завершаем в то время, которое нам было уделено. Если у вас будут вопросы, то либо приходите к нам на курсы, либо подписывайтесь в группы ВКонтакте и задавайте их там. Вот. Удачной вам веб-разработки. Всего доброго. До новых встреч. Желаю, чтобы вам курс пригодился нашим занятиям. Спасибо. К сожалению, не получилось. Ростислав, ну, я боялся, что такой вариант может быть, поэтому ссылку вот на ролик текущий сейчас скину. Пожалуйста, посмотрите. Если вдруг с юзом даже не получится до конца, я пойду навстречу и расскажу ради популяризации наших курсов, да и вообще просто языка PHP. Вот он мой e-mail, только обязательно в теме письма. Укажите вопрос по сортировке и использованию юз, я тогда не забуду. Антон, спасибо вам за то, что были с нами. Сергей, спасибо за активность в этом вебинаре. Сергей, всего доброго. Александр, спасибо вам, что нашли время и не пожалели по присутствию на занятиях. Сергей, спасибо. Спасибо огромное. Олег, удачи. Всего доброго. Сергей, пока. Всем пока. Друзья, пишите, если будут вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok